Мы сейчас идем к бывшей Алексея, он покажет бывшую. У него уже запланировано отношение с новой пассией. Она темненькая, а бывшая у тебя светленькая, да? Нет, тоже темненькая. Тоже темненькая, то, что ты любишь темненьких. Ты ее себе, кстати, подарил на день рождения, новую, да? И мы сейчас посмотрим на нее. Посмотрим на бывшую. С кем расстается Алексей Костылев? Да. В свое 34-летие. Летие. Летие. 2 июля. Вот она. Слушай, я смотрел сториз, что ты сделал? Ты купил точно такую же, только новую? Ну, это Макан, я купил Каен. А, это Маканчик. Да, новый. Класс. Новый Каен купил, он уже больше, мне нужна машина уже побольше, если ты, если честно, вырос. Это потому что перестратор. Можно и так сказать, но на самом деле это городской кроссовер, а Каен это уже внедорожник, и там побольше места, действительно. То есть, эта машина очень компактная. А что ты понял, что можно не заниматься, что тебе нужно много места? Слушай, ну там много чем можно заниматься, но багажник, например, тут маловат, если честно. А давай, да, посмотрим вот топ-5, что тебе здесь нравилось или не нравилось. Так, ну что мне нравилось, нравилась мне эта машина. Во-первых, это Porsche, во-вторых, это качество, это стиль, это комфорт. Это самое важное, что есть в автомобиле. Здесь я уже немножко привел порядок, но, как видишь, здесь теннисная ракетка. С которой у тебя связана история. У нас с тобой даже связана история одна. Да, дальше футболка Navi Nation. Класс. Это футболка, кстати, Скруджи с никнеймом, сейчас вам покажу. Наверное, это кто-то известный. Я просто не играю в эти все игры. Ребята, она запечатана, я думаю, не стоит распечатывать. Я знаю Скруджи рэпера. Но это его футболка. А, серьезно? С его никнеймом, да. Здесь есть журналы, которых я и есть. Которых ты есть. Это Алексей, между прочим. Он не только ходит в футболки и шлепанцах. Ты знаешь, так жарко, я тебе передать не могу. Я теку. Ребята, жара нереальная. Зрители уже могут смотреть, как я теку. Короче, багажник в целом нормальный. Можно, кстати, сравнить технические прогрессы, ребята. Без всякого. С уважением. Сними, пожалуйста, вот это вот. У тебя были такие насадки на кресло? Знаешь, когда-то, наверное, были. Когда была пятерка. Неплохо, неплохо. То есть вот так вот. Все. Ну, слушай, сколько она у тебя была? Сколько у тебя длились эти отношения? Слушай, ну, недолго. Где-то год-полтора, если я не ошибаюсь. То есть там 20 тысяч пробега. Учитывая, что я ездил еще в Одессу на ней несколько раз, когда мы открывали Ниндзя-суши. И потом в командировке. Так давай продадим подписчикам. Не, продавать не буду. Зачем? Держи ресторатор. В семье остается? Да. Это будет на доставку. Да, это остается в семье. Будет ездить теперь моя девушка. Так, ну девушку продавляем. Я рада покупке моей новой машины больше, чем я. Что тебе здесь нравилось, что не нравилось по салону? Слушай, здесь все нравилось, потому что я брал хорошую комплектацию. Здесь есть панорама, подогрев, вентиляция, удержание полосы, комфортная посадка, не знаю, что еще добавить. Здесь, в общем, есть все, что нужно. Маски даже есть запасные. Ой, маски уже немножко начинают надоедать. Надоедать, да. Да. Ну я, как видишь, на зеркало заднего вида не цепляю. Меня это всего больше удивляет, когда люди так делают. Я сто процентов. А есть люди, которые ездят в маске, и они не таксисты. Да, кстати, есть. Зачем ты так делаешь? Уже начинаешь забывать. Слушай, ну она действительно компактненькая для задних пассажиров, наверное, разве что для собачек. Слушай, ну поздравляю и с днем рождения. Спасибо. Ну что, теперь идем в студию кушать. Идем, идем через студию, расскажем про теннисную ракетку, которая помешала нам в прошлый раз. Ну как вы догадываетесь, с теннисной ракеткой можно получить? Комментарии пишите, почему мы переснимаем эфир, как теннисная ракетка, точнее, не совсем теннисная ракетка, но вот как она помешала. Вот что-то с теннисом связано, как она помешала, да. Ну что, открывай. Давай. Уже как-то этот. Кого-то? Вино? Вино? Не, я водичка, но я не могу без тебя пить, понимаешь? Круто. Смотри, у нас за две недели появилась новая рубрика, мы обсуждаем новости. И у меня есть одна новость, которая, ну, ты уже знаешь, о чем мы будем говорить, потому что мы ее с тобой обсудили заранее. Это довольно забавная штука. Apple, которая в этом году выпустит iPhone 13, может столкнуться с тем, что люди не готовы будут покупать из-за суеверия этот телефон. Одна компания, по-моему, это ритейлер, они провели исследование. 18% вообще не купят. То есть они категорически, они готовы отказаться от покупки iPhone'а. А 75% хотели бы другое название. То есть большинство людей хотели бы другое название. У тебя есть какие-то вот суеверия? Вот там, типа, черная кошка или там, не знаю, там. Ну, если по порядку, по поводу iPhone'ов. Я не знаю, кто проводит эти исследования и где они берут эти цифры. Наверное, они там как-то берут определенное количество респондентов. Это пользователи Android. Но выглядит это так. Потому что, ты знаешь, многие там пытаются как-то отказаться от новых девайсов, даже несмотря на название. Там 13-й iPhone, это не 13-й. Там Виктория Боня, помнишь? Рассказывала про 5G. 5G, да. Да, и потом в конце концов купила его и говорит, вы не подумайте, я 5G подключать не буду. Я просто буду ходить с ним. Поэтому это выглядит все как-то странно. Я думаю, что те, кто уже давненько являются поклонниками Apple'а вообще, они обязательно его купят, но Apple'у надо тоже постараться, потому что там у всех игроков других на рынке уже экраны поярче, правда? С герцовочкой. Не знаю ничего у меня. Я не изменяю iPhone'у. Не, я тоже не изменяю iPhone'у, но, например, iPhone'у до сих пор не может добавить кнопку выгрузить все приложения. Куда выгрузить? Просто выгрузить их из памяти. У тебя нету кнопочки, которые ты можешь быстренько все выгрузить. Мне нужно вот это делать. Я знаю, что они заявляют. О том, что iPhone'ы настолько оптимизированы, что сколько бы ты приложений запустил, все будет круто, но на самом деле, когда у тебя садится батарея, у тебя есть серьезный какой-то важный звонок или, я не знаю, важный чат, все-таки хотелось бы выгрузить их как-то, как-то легче бы стало. Ребята, Алексей Костылев очень хочет выгружать приложения. Apple. Ну, я уже об этом сто раз говорил, они не слушали. Там уже и воины в Твиттере есть, но я, как вижу, это не сильно актуально. Может, они прямо троллят уже, знаешь? Сто процентов. Просто Кук есть среди наших подписчиков, поэтому он посмотрит, и точно это сработает. Ты будешь брать триалл с ТФом? Как бы он ни назывался. Так, с суевериями есть какая-то история? Ну, если честно, в детстве было очень много суеверий. Ты знаешь, вот эти вот есть там такие самые главные, такие триггеры? Это если ты что-то забыл, надо посмотреть в зеркало. Да-да-да. Потом через порог. Вот эта штука до сих пор, я от нее просто кринжую. Когда ты открываешь, а курьер такую ножку тебе в квартиру бросовывает. Так, давай разберемся с геометрией. Да, ты такой, подожди секундочку, а что будет, если… То есть такая штука. Сейчас я в суеверие стараюсь не верить. Иногда, конечно, проскакивают какие-то моменты, но своим детям я не буду уже рассказывать эти страшилки, потому что это очень странно. Ну, то есть проходить под лестницей не стоит, наверное, потому что тебе на голову может упасть банка с краской. Ну, точно не потому что там что-то случится и так далее. Ну, то есть такие моменты, как мне кажется. Вот черный кот тоже, я не знаю, откуда это пошло. Все, может, с Египта там. Ну, я не вникал, не хотелось бы. Это была компания светлых, черная пиар-компания светлых котов. Да, то есть я в это не вникал, но я не хотел бы своего ребенка запугивать с детства. Но тогда были другие времена, и все в это свято верили. У меня был черный полностью черный кот. Как видите, я жив, здоров, пока еще имею возможность пить вино и общаться с Алексеем. Так, хорошо, все, мы покупаем 13-й айфон, это мы выяснили. Я помню историю, как фотографии у вас воровали. Да, это до сих пор воруют, но наши юристы, кстати, с этим очень хорошо борются. Был чувак, который рассказывал, который сказал, слушайте, ставьте водяные знаки. Да, это чувак со Львова, я не помню, как называется бренд. Мы когда зашли на сайт, мы увидели полностью наш стиль, даже цвета иконок соответствовали нашим. И много было фотографий использовано нашей, которые мы делали. Но я позвонил ему, говорю, слушайте, уберите, чтобы мы сейчас вот это все не начинали. Все процессы странные. А он говорит, так треба было водяную марку, так, ну на нос это. Что же вы так на инонес? В смысле, как это? Говорю, это интеллектуальная собственность, чувак. Я говорю, ну так нельзя делать. Фотографии есть автор, не обязательно. Да, все на самом деле меняют, очень многое. Сейчас Инстаграм очень содействует тому, чтобы блокировать бренды, которые используют твои никнеймы. А, то есть ты можешь пожаловаться и Инстаграм заблочит аккаунт? Ты можешь пожаловаться, да, Инстаграм заблочит аккаунт. Кстати, в прошлый раз, когда мы вместе с тобой выступали на Fuckup Night, я рассказывал историю, как мы зарегистрировали все домины Ninja Pizza. Да. Но тот, кто вел интервью, украл у нас домин, но мы его вернули, кстати. Ninja Pizza Official, теперь это уже наш домин. Вау, круто. Смотрите, значит, какая была история. Алексей в одном из интервью рассказал о своих планах запустить Ninja Pizza. В общем, я провтыкал, на самом деле, я быстро повторюсь. Я сказал, что мы запускаем Ninja Pizza, и буквально через несколько часов кто-то специально зарегистрировал аккаунт Ninja Pizza Official. У нас, как вы знаете, есть Ninja Sushi, Ninja Vogue Official и Ninja Pizza, и украл у нас, в общем, аккаунт. И хотел за это получить вознаграждение, чтобы мы его вернули. Но мы смогли с помощью наших юристов вернуть аккаунт обратно. Это оказалось не такой большой проблемой. Очень сейчас Instagram содействует вообще брендам. Мы очень много страниц удалили. Ninja Sushi там, которые... Какие-то всякие. Какие-то там всякие, да. Особенно в тех странах, в которых у нас есть торговая марка. С этим все легко. Ты все-таки с Ninja Pizza, да, давай закончим. Когда проект планируется запустить? В сентябре уже, да? Да, сентябрь, октябрь точно. Мы планируемся уже запустить. Сейчас мы уже начали верстку. Очень много времени потратили на семантическое ядро, на бэк. Можно что-то посмотреть? Нет, пока что нельзя, но в скором времени. Круто. Сентябрь, потому что деловой сезон или как? Ты знаешь, что летом всегда просадка. Об этом все молчат. Давайте скажем, наконец-то, что летом всегда просадка. Всегда просадка. Сейчас очень много компаний просто не вывозят. Если вы видите, когда начинаются у кого-то какие-то акции, скидки, тоже это звоночек первый. Очень сейчас с этим тяжело многим. Это имеется в виду именно ресторанную сферу? Везде. То есть этот месяц вообще, это март, май. Это действительно майские праздники. Слушай, есть еще такая история, опять же, тут, не знаю, суеверие или что-то другое, скорее нет, да? Суши летом. Много есть историй, но, конечно, если они неправильно доставляются, если продукты не свежие, конечно, будет много историй. Вы что дополнительно делаете для обеспечения безопасности рыбы? У нас свежие продукты всегда. То есть многие сейчас продукты мы уже сами закупаем, не обращаясь к поставщикам. Мы сейчас пробуем действительно это сделать. Доставляем в крутых термосумках, в качественных. Не просто там термосумочках, которые отдельно привозим горячие блюда, отдельно привозим там холодные роллы и так далее. То есть ролл на суп не ставится, да? Да, да, такое мы вообще не делаем. Ролл на суп не ставится никогда. Я вообще не знаю, как так делают. Есть такие компании. Есть, есть. Я сталкивался. Я сталкивался не один раз. Мы с тобой прошлый раз обсуждали, что есть такое, по-моему, да, обсуждали, что есть такое мнение, что у некоторых, что я, если не вижу, как готовится еда, почему мода на открытой кухне появилась? Потому что у некоторых людей есть брезгливость в отношении того, что они не знают, как оно произведено. Слушай... Для вас это проблема или, в принципе, вам люди доверяют и окей? Слушай, для нас это вообще нет никакой проблемы. Мы ищем только хорошее помещение. У нас всегда все чисто, у нас всегда все убирается, все очень комфортно. Я очень много снимаю истории из кухни. Люди это видят, мы ничего как бы не скрываем. Мы хотели когда-то установить камеру для того, чтобы видели наши клиенты, как готовится их заказ. Но не совсем там нашли решение классное, потому что очень много кухонь, и мы еще к этому не пришли, но мы обязательно к этому придем. Мне кажется, это для самой команды определенный стимул работать. Да, мы сейчас открываем YouTube-канал. Я бы хотел, наверное, снять для всех то, что никто не снимает, никто не показывает свои кухни. Я не знаю, почему это не делают. Мы обязательно это покажем, как мы это все готовим. Познакомим вас с нашими сушистыми, с поварами, с шефами. То есть я в этом не вижу никакой проблемы. На Факаттапе, знаете, ты рассказывал историю про ваш выход в Москву, и как раз затронул вопрос, что там местные вот эти вот ребята, которые работают в таких подобных заведениях, они очень сильно перепуганные. Да, они переживают, что им не заплатят, что их обманут. Это уже мы с этим столкнулись. Для меня это был, кстати, такой маленький шок, если честно. Это вот отличие именно страны? Да, это отличие именно страны. Это потому что, ну давайте сейчас без всякого, без притеснения, но это вот эти вот ребята из Средней Азии, да? Да, ну потому что сама Рашка, она большая, и там действительно очень много народов. То есть отношения вот к ним там хуже? Там люди едут в столицу для того, чтобы зарабатывать деньги. Они ищут любую работу. Они хотят работать в крутых компаниях, и рынок перенасыщен вообще. Их часто кидают, да? Получается, да, по их рассказам. Мы их ни разу не кидали, у нас никаких проблем с этим нет. Мы вообще не занимаемся какими-то кидками. Ну понятно. Потому что у нас тоже, я видел в Украине, пару постов в Фейсбуке. Я не слежу, что там случилось? Со Фейсбуком? Не-не-не, за... Не, я не помню точно, но многие жаловались, ты же знаешь, например, что последняя история какая была? В Хлебном официантке вроде не заплатили. Не заплатили, потому что она покормила своих друзей за... Да, если честно, ситуация такая двоякая, меня многие спрашивали, я сейчас могу прокомментировать. С одной стороны, ну... Она сделала неправильно, это 100%. Кто? Официалка? Да, любой ресторатор вам скажет, что так нельзя делать. А с другой стороны, не выплатить ей бабки и выйти в медиаполе, это как-то странно, я не знаю. Для меня это вообще был такой какой-то... Может, они не рассчитывали, что они попадут в медиаполе? Не знаю, но зачем вообще портить отношения с людьми? Если она их отработала, ну, увольте ее, это будет грамотный ход. А вот это все, что происходило, это грязюка, это такое. Ты думаешь, такой хайп не помогает компаниям, да? Я думаю, что нет. Ты знаешь, сейчас многие говорят, что черный пиар тоже пиар. Конечно. Я так скажу, если кто-то насрал, то это кто-то насрал. Это не значит, что это пиар. То есть люди не могут этого признать. У нас сейчас так все принято, знаешь, многие не могут что-то сказать. Они как-то вот все вуалируют во что-то. Многие не подкреплены какой-то инфой, но хотят стать экспертом тоже. Вот черный пиар, это тоже пиар, ну, не знаю. С одной стороны, может быть, с другой стороны, как-то осадочек-то остается. Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот у меня вот такой осадочек остался, потому что... Ты переживаешь за свою репутацию, да? Да, конечно. Ты знаешь, вообще, любой, кто сейчас смотрит, это Вью, кто работает в направлении, там, Хорик, я не знаю, рестораторы, официанты. Все этого, и коллеги посмотрят. Они прекрасно знают, что есть специальные группы, там, черная группа Хорика, где персоналы задают вопрос. Там, привет, хочу пойти работать в такой-то, такой-то ресторан. Как там? И тебе отвечают очень быстро. Вот Светлана, администратор, деньги задерживает, тот себя ведет надменно, не рекомендует здесь работать. Деньги выплачивают не вовремя и так далее. Очень часто я в этих группах вижу запросы о наших компаниях, и мы в такие ситуации не попадали. Но просто имидж это очень важно. Мы же, собственно, и переснимаем из-за небольшого факта. Да, да. Мне нужно сейчас рассказывать, о чем идет речь, но это могло, как тебе показалось, повлиять на твой имидж, репутацию. Да, конечно. У меня был большой синяк. Мы просто перезнаемся, откроем секрет. На этом закончим. И он светился прямо на глазу. То есть вот такая вот история. Что это за кнопка? Это... А, не надо, не надо. Извините, оно просто жирновато. Я просто помню, как в детстве кидал на стены, и мама потом рассказывала, что обои будут покупать. Знаменитый R1. Прикольный, прикольный. Прикольный, да. Но это не то, что здесь, понимаешь, да? Это именно вот кайфушка для рук. Но он липкий, да, какой-то. А ты его прямо на MacBook кидай. Я думал, ты не сделаешь. Останется этот... Не-не, он так не будет, наверное. Он же уже не прилип, я вижу. Да, да. Я знаю, такая есть штука, когда ты собираешь ворсинки, там, пылинки с клавиатуры, знаешь? Это она. Ты уверен? Ну, мы сейчас соберем все ворсинки и посмотрим. Не, Рома, она жирновато. Не надо, серьезно. Не стоит, да? Ну, полусердно. Блин, я сейчас все только испорчу, короче, Алексей. В общем, ты сильно переживаешь. Ну, не переживаешь, ты просто очень аккуратен. Просто имиджевая история, она очень важна. Особенно в 21-м году, в компании, ну, разные моменты бывают. Ты действительно большое внимание уделяешь премиальности, да? То есть бескомпромиссности, да, вот такой. А ты этот путь осознанно выбрал, потому что... Да, мы выбрали этот путь осознанно. Его выбрал не только я, мы выбрали его все вместе, командой. Вот я недавно был, кстати, на Реста Кунт и услышал от своего одного коллеги. Его зовут Максим, я не помню, какая у него фамилия. Он говорит, команда не важна. Как-то так он заявил очень сильно. И сзади были мемы Лукашенко с автоматом. Потом Лиса такая упоротая сидит. Я не знаю, это как-то было сказано. Это его команда? Это был такой перформанс. Он сказал, команда не важна. Потом он объяснил, что он немножко в другом ключе выразился. Но команда очень важна, я вам честное слово говорю. Хорошая команда – это залог успеха. Это все очень просто. На самом деле, когда у тебя работают профессионалы, ответственные, которые хотят работать, зарабатывать деньги, тогда у тебя все получится. Ты слышал эту историю недавнюю про отравление массовое. И как тебе кажется, это в долгослуженной перспективе влияет на что-то? Потому что эти истории были раньше. Не помню, чтобы закрывались. Блин, Рома, честно, я хочу сказать, что это будет тоже обсудить. Вот я не знаю. Мне кажется, все-таки влияет. Но как показывает практика, люди все равно ходят, покупают. Видимо, их устраивает что-то. Что их устраивает, я не знаю. Может быть, прайс. Но если разобраться, вот в нашем случае, премиальные роллы, там люди могут сказать, здесь дороже. Да, здесь дороже, но за один грамм продукта ты платишь столько же, сколько ты заплатишь у других брендов. За один грамм? Да, если разобраться. Давай хоть какую-то экономику посчитаем. Ну, давай прикинем, я не знаю, открывая ниндзя-суши, давай прикинем с кем, у кого есть акции. Евразия? Ребята, все пишет камера, так что это самое. Все нотариально зафиксировано. Давай возьмем самые распространенные суши, которые есть у всех. Да, это сливочный лосось. Суши именно или роллы? Давай роллы. Вот этот вот, Филадельфия с лососем, да? Это Филадельфия с лососем и огурцом. Это тоже хит считается. И вот Филадельфия с лососем и авокадо. Ну, давай возьмем какой, вот этот вот с лососем. Это 270 гривен за 320 грамм. То есть вам каждый грамм обойдется в 0,85 копеек. 84. Давай теперь. Евразия. Евразия суши. А, Евразия, это я и так суши. Кстати, никогда там ничего не кушал. Вот, Евразия. Это самая большая сеть. Честно, я не знаю. Вот, сразу видишь какие-то акции. Пиво. У акций тут прямо, я не знаю, распродажа. Так, а как, а где доставка? Уже, да, возникают вопросы. Так, меню, ну давай меню в ресторанах посмотрим. Ну, вот не очевидно же для клиента это. Я думаю, что цена не отличается. Если заберешь сам там 1 плюс 1, но мы говорим про цены продукта. Легко, сам, нигири, сашими. Вот, наконец-то мы нашли. Вот, видишь, даже дабл лосось здесь есть. То есть цена выше. Ну, смотри, 280 грамм у нас какая граммовка? 320, да, цена выше, граммовка меньше. А здесь дабл лосось. Это, то есть, не просвечивающийся. Ну, как видишь, на фотографии он находится только сверху. То есть шапочкой закрывает небольшую часть. Блин, я даже не знаю, где у них Филадельфия. Мега Филадельфия Маки. Вот, ты видишь, сразу наглядный пример. Немножко им пришлось под рынок трансформатироваться. Ты же видишь, что появились какие-то дабл лосося. То есть я этого никогда не видел, но, как видишь. А у них зеленый дракон есть с манго? Нет, но есть какой-то с майонезом дракон. Серьезно. А вон зеленый дракон, смотри. 280 гривен. Ой, 200. Авокадо. Ну, манго не замечено. Но, может быть. Манго тут не может быть замечено. Да, у них не раньше были. 200 гривен. А у вас сколько в зеленый дракон? У вас 295. У нас еще манго есть. Не забывайте. Не забывайте, да. Потому что манго – это такой очень сложный продукт. Ну, то есть, грубо говоря, если вы наложите в корзинку плюс-минус те же позиции примерно, да? Да, но это надо провести точный аудит кому-то. Ну, компания закажем, которая проводила исследования по айфонам. Да. Они имеют опыт уже какой-то опросов. Круто. То есть, в принципе, все делают плюс-минус за одну цену. Плюс-минус, да? Там где-то акции, где-то скидочки. Просто была новость вот недавно, 23 июня, что Amazon уничтожает непроданные товары миллионами. То есть, это, когда читаешь, выглядит просто дичь. Зачем вы выкидываете, условно говоря, это же не продукт. Не проданный? Не проданный, там, залежавшийся товар, там, электроника, случайные какие-то макбуки, ноутбуки, ювелирные изделия. В итоге, то есть, это просто уничтожается миллионами. Товар, который мог бы быть, он не портится и может лежать на полке годами. Стоимость хранения настолько высока, что это проще уничтожить. Представляешь? Как в нашем случае, лучше списать, чем вот это вот разруливать. Я тебе серьезно говорю. Да, и то есть, это вот тут вопрос как раз оправданности этого. То есть, с точки зрения бизнеса это оправданно, а с точки зрения, вот, как бы, не знаю, чего-то. То, о чем говорили. Морали, да. Ну, то есть, типа, нафига тратить деньги еще на уничтожение нормальных предметов просто потому, что они никому не нужны. Есть же эта движуха людей, которые не покупают принципиально ничего в магазинах. Они где-то там достают продукты, которые расписываются и так далее, кушают. Слушай, блин, я даже не знаю, но вроде есть, я такие истории последний раз там видел и слышал, это, не знаю, универсам поздняки, я там в детстве очень много времени провел. Там были такие прямо раскладки, где продавали уже продукты, которые вот-вот просрочатся или уже просрочены. Есть люди, которые покупают не потому, что они бедные, а потому, что они поддерживают историю, что это должно продаваться. Блин, не знаю, я тогда видел, что их покупали люди даже не средним достатком. А те, кто поддерживает эту историю, ну, не знаю, у нас есть такое сообщество. Конечно, то есть люди, которые занимаются, например, экоактивисты, которые считают, что не надо выкидывать еду, которая еще окей. То есть она, там есть калории, там, может, запах не очень, но калории там есть, можно покушать. Ну, эта история просто не променяет. Да, я не разделяю такого. На самом деле, если у меня в холодильнике что-то... Чуть-чуть просрочилось. Да, чуть-чуть просрочилось, я от этого просто избавляюсь, точно, 100%. Ребята, нам давно уже все доставлено, а мы сидим ждем. Так, это к нам приехал ниндзя-волк, и я все равно, я в хороший раз на это обратил внимание, ты не признался, но я хочу обратить внимание, это вот таинственный значок, который здесь нарисован, сердечко. И в прошлый раз тоже было сердечко. Алексей не говорит, что это значит, что это какие-то тайные знаки. Слушай, да это свои тайные знаки у курьеров, которые везут в разные районы. То есть мы в сердечке, ребята. Когда стоит очень много заказов, и они выходят не так, это значит, что у нас шевченко. А какие есть еще истории, я надеюсь, там нет перевернутого сердечка? Нет, есть истории, когда кто-то заказывает суши, кто находится за территорией Украины, он хочет кого-то поздравить с днем рождения, он просит маркером написать какое-то поздравление. То есть такое бывает, на пакете что-то написать. Да, серьезно? Да, люди загоняются по полной. И что писали? У вас есть какие-то внутренние истории, типа признание в любви или просто подарок? Да, много чего. Каждый уже там выбирает себе сам свою историю. Вот это у меня офигенная штука. Давай расскажем, что это такое. Это вы первые, кто доставляете в Киеве супы в банках. Да, в стеклянной банке. И помимо того, что это горячая. Стоит уже 40 минут у нас здесь. Как оказалось. Заказ сделан полтора часа назад. Стеклянная банка и запатентованная крышка. Вот какая-то. Когда вы ее открываете, вы должны услышать хлопок. Вот так вот. То есть это значит, что оно герметично было доставлено? Да, значит там все просто шикарно. И никто ваш суп не открывал. И ничего с ним не делал. Не похлебал. Вот эти истории существуют вообще на рынке? Или это все мифы, что курьеры кушают доставку? Ты знаешь, я сам слышал эти истории. Я слышал эти истории. У нас как-то была такая история. Я вам расскажу, когда курьер привез суши, когда клиент открыл заказ, он сказал, слушайте, тут двух кусочков нету. Наверное съел курьер. Мы говорим, да нет, ну такого не может быть. Давайте вместе будем разбираться. У нас на кухне стоят камеры. Мы всегда можем проследить, отследить, как был упакован заказ, все ли было правильно. И действительно там не хватало двух кусочков. То есть это не курьер съел роллы. Но я слышал много историй, когда там курьер что-то ел. Немало в это верится. Может быть я так сильно верю в людей, Ну у тебя же была эта история. Давай ее снова расскажем, потому что она очень смешная. Про курьера, который... Да, бывала история, когда курьер просто развел все заказы, забрал деньги и не вернулся больше на работу. То есть действительно такая история была. Так только концовку расскажешь. Но его зарплата... За этот день. Да, за этот день вообще, за неделю, которая лежала у нас в бухгалтерии, ждала его, она была выше, чем то, что он забрал. То есть для нас это было вообще какая-то история. Преступление года. Да, преступление года. Мы такие, ну окей, хорошо. То есть еще раз, ребята, человек совершил преступление, потерял работу. Да. И получил еще и меньше денег. Меньше, да. Ну то есть вот так вот. Я надеюсь, ты узнаешь себя, чувак, и дальше твоя жизнь сложится как-то по-другому. Смузи, как ты видишь, приехал очень холодно. Кстати, вот просто посмотрите, вот здесь даже есть еще, ну как это называется, ну то есть она влажная еще, не влажная, точнее, ну есть вот на ней эти капельки. Да, действительно холодная, суп горячий, как ты видишь, все как я и рассказывал. А теперь покажем, как это доставляется в другие. Немножко больно стало, если честно. Манго. Манго мой любимый. Манго, да, это топ, это хит. Поэтому ты остался у меня, да? Да, я хотел отдать манго, потому что я знаю, что очень многие любят манго. Манго, вообще, манго в вашей компании, это в принципе продукт, с которым много связано. Но смузи, что мне нравится, здесь вообще нет ни сахара, ничего, то есть вы просто перетираете, я так понимаю. Да, здесь действительно нету сахара. Единственный смузи, в котором было немножечко сахара, совсем капельку, это была рездвяная карамель у нас. Была новогодняя смузи, да, но он был очень вкусный. Так, давай посмотрим, что у нас есть. Во-первых, у нас есть, это что, это? Вспоминай, это говядина? Это утка. Это утка по-пекински. Да, но это не утка по-пекински, это утка в пекинском стиле. Потому что если мы будем возить утку по-пекински, и назовем ее утку по-пекински, то у многих возникнут вопросы, потому что должна быть корочка, и утка по-пекински на достатку, она не сильно адаптирована. Это к ней же. Обратите внимание на количество блинчиков. Да, блинчиков здесь действительно много. Перед тем, как запускались мы, мы заказали очень много других доставок, и увидели, что очень мало блинчиков. А это что, кто-то уже съел? Это суп с вантонами. Это суп с вантонами. С вантонами, это типа пельмени. Это типа пельмени, да, они лепятся вручную, каждую ночь, и утром мы уже готовы. Так, это у нас рис, наверное, с курицей или с говядиной. Да, это, наверное, говядина. Это у нас рис, наверное, с курицей все-таки. Здесь я вижу морепродукты, гребешок. Это лапша с морепродуктами, с морским гребешком, икрой. Лук-фри, это летний салат с креветками, грейпфрутом, луком. Да, здесь все очень круто. Очень летний салат. Ко всем блюдам и соусы отдельно. Так, и что это у нас еще здесь? Ну и тоже, что это такое с арахисом? Это рис с курицей. Класс. Почему арахис? Почему арахис? Потому что это наша рецептура. Все очень просто. Класс. Научи меня, пожалуйста, кушать утку в пекинском стиле. Как это все происходит? Я знаю, это целая история. Слушай, на самом деле, эта история очень простая. Ты берешь блинчик. Так, берешь блинчик. Да, обязательно заворачиваешь туда утку. Заворачиваешь туда утку, ну и уже берешь ингредиенты, которые тебе по душе. Там есть и огурец, и перчик, и лук. Ну как это делать? Вилкой? Ну лучше это делать палочками. Держи. Вы, кстати, у вас есть учебные палочки? Да, есть. Если вы просите, то мы обязательно... Так, один кусочек. Я, кстати, так и не научился пользоваться палочками. Я кушаю с одним кусочком, если честно. А я с двумя. Мне нравится. Тогда вкус раскрывается. Можно и с двумя кушать. Это тоже класть? Да. Ну, если тебе нравится, то, конечно. Я просто в прошлый раз кушал все по отдельности. А огурец ты забыл? Это уже у... А, у огурец забыл. Это огурец. Так. И надо его что-то макать еще? Да. Есть где-то... Тут у нас кетчуп. Кетчуп, а соус. Или это кетчуп? Это хайнс? Нет, это соус. Это соус. Вот так просто макаешь, да? Просто так макаешь и кушаешь. Так, ребят, смотрите. Класс. Все. А теперь вырезаем, как я чавкаю. Прошу. Что сейчас более успешное? Больше заказов? Ну, наверное, нельзя слушать все еще, потому что бренду больше времени, да? Ну, конечно, ему уже практически три года. Вот скоро будет совершенно. В октябре, да? Да. Давай немножко о бизнесе. Окей, я понял твое отношение к цифрам. Ну, вот что можно? Смотри. Запускает доставку. На что стоит рассчитывать? Справишься ли ты с одной кухней? Или тебе... Слушай, ну, одна кухня, смотри, вот у Дамина Спицы, я уже приводил пример, у них было когда-то 36 кухонь, сейчас уже больше 40. Они доставляют в течение получаса. Ни разу ко мне не приезжала... Позже. Да, позже доставка до Минус. Это очень важно для логистики, когда у тебя много точек, потому что определенные точки, они покрывают определенный радиус. Это зависит от местоположения, это зависит от многих факторов. Поэтому, чем больше точек, тем быстрее ты сможешь доставлять продажи. Ну, хорошо, работает ли одна точка? Давай так, можно ли сделать бизнес, открыв всего один цех? Слушай, ну, можно, но это эквивалент, как ты откроешь там один магазин. А у вас курьеры на каждой, за каждым цехом закреплены? Да, за каждым, но они могут мигрировать, это уже зависит от начальника, куда кто мигрирует, у них свой график, они его составляют, распределяют заранее. А у вас эта система логистики, как вы сами это? Как это происходит? Да, это мы делаем все сами, за логистику отвечает мой партнер, его зовут Антон Стрельников, он занимается всеми бизнес-процессами. И изначально он настраивал логистику, до того момента, как мы вместе уже запустили наш бизнес, у Антона даже была доставка из Мака. Да, давненько. Да, да, давненько. То есть он раньше, чем известные игроки по доставке? Да, да, все действительно так и есть. Он сам приезжал в Макдональд, покупал. Еще до времен Глова вообще, это было вот так вот. Прикольно. Да, то есть вот так вот мы выстраиваем все сами. Это все сложные процессы, здесь многие спрашивают, в чем успех. Но успех в том, чтобы все это настроить качественно и грамотно, потому что это все, повторюсь, это не так все просто, как многие думают. Многие, знаешь, во время карантина, локдауна, они думают, о, сейчас мы быстренько откроемся, все у нас будут заказывать. А почему они должны заказывать, я не знаю. Ну, то есть тут надо провести там очень большую работу, проделать для того, чтобы все вместе работало. Потому что хороший продукт, это круто, без качественного контента, без крутой логистики, это не круто. Без хорошей команды это тоже не годится. Слушай, как говорит Черняк, любят, слишком вы положительный получаетесь. Да, то есть, ну, у тебя есть какой-то референс, где, ну, к которому, может быть, вы стремитесь или вы смотрите, может быть, на международном? Да нет, нет, особенно на международном. Вот я тебе так скажу. Я уже как-то в одном интервью говорил, что многие рассматривают там международный рынок как какой-то эталон. Начиная от ресторанов, заканчивая там доставками. Ребята, ну это не так, просто поверьте мне. Я даже смотрел недавно влог одного из российских влогеров, который приезжал к нам в Украину. И он рассказывал о том, что он здесь кайфанул очень классно. То есть, все было вкусно, здесь действительно хорошо. Потому что вот я много где был, и поверь, там со вкусовыми качествами блюда очень бывало не очень. Вкус это важная составляющая, а другие параметры доставки там скорость. Скорость это очень важный параметр доставки, очень, очень. То есть, ты можешь там закрыть глаза на небольшие задержки, но если тебе будут везти роллы 2 часа, то это никому не нужно, это 100%. Потому что мы с такими проблемами тоже сталкивались, мы не идеальные. Мы действительно сталкивались с проблемами, когда роллы везли 2 часа. Мне приходилось обзванивать клиентов, извиняться перед ними, проводили работу с возражениями, как мы это называем. Ты много, кстати, общаешься с клиентами? Раньше я очень много общался с ними, сейчас нет. Сейчас у нас очень много классных ребят работают в команде. Топ-менеджеров, да? Да, у нас есть девочка Яна, она очень, очень хороший менеджер, она с этим справляется уже. Есть уже целый там у нас алгоритм, как нужно делать. Раньше его не было, но мы его вывели сами. Как, как, чего, что делать? Как получить любовь клиентов? Как получить любовь клиентов, как общаться с клиентами, предугадывать какие-то потребности и желания клиентов. А как это? То есть какие мои потребности могут быть предугаданы? Ну, самый маленький пример. Допустим, ты, ты, самый маленький простой пример. Ты там, допустим, не любишь кинзу, да? Здесь она там есть, да? Ну, да. Мы в ЦРМ-ке помечаем тебя, как не любителя кинзы. И в будущем уже знаем, а, это Рома, френч, окей, ему без кинзы точно. Потому что если мы ему сейчас добавим кинзу... Этот странный чувак, который кинзу не любит. Я, кстати, люблю кинзу, я знаю, она специфически, у нее вкус, аромат. Ну, у всех есть свои предпочтения, у всех разные настроения, у всех разные эмоциональные фоны, когда они делают заказ. Кто-то, может быть, сейчас оформлял заказ и находился на каком-то важном собрании, потерпел какую-то фиаско, и уже, когда приезжает курьер, сам человек уже эмоционально настроен по-другому. И он майя намер присмотреться, ты знаешь, очень-очень сильно, скрупулезно хочет посмотреть на свой заказ. Может, там палочки забыли положить или что-то в этом. А есть такое, что люди начинают прям при курьере, давайте сейчас комплектацию проверим? Нет, но бывали разные истории, такие, например, когда приезжал курьер, и кто-то выскакивал с бейсбольной битой, хотел забрать у него заказ. Бывали истории, когда забирали заказ. Клин выскакивал с бейсбольной битой? Да, потом сказал, что хотел записать пранк какой-то, но наш курьер его скрутил и вызвал полицию. И сам записал пранк. Да, и вызвал полицию. Бывали такие ситуации, когда просто забирают заказ и захлопывают дверь, такое тоже бывало. Непонятно, почему так люди делают. Какое у нас отношение к курьерам в стране? Что говорят ребята? Слушай, к нашим курьерам хорошие отношения и хорошие позитивные отзывы. Я всегда получаю фидбэк, особенно от близких друзей своих, от людей, которые работают в этом направлении. Вот, например, Сережа Рыбик, он всегда оставляет фидбэк по курьерам, а также по операторам колл-центра. Ну это какая профессия? То есть быстро ли люди выгорают на этой профессии? Часто ли приходится нанимать новых? Ты знаешь, я процентом соотношения не скажу, но у нас работает очень много курьеров, которые работают с начала основания компании. Дри года уже? Да, многие уже получили фирменные жилетки. С именем, да? Да, есть курьеры, которые по каким-то там, не знаю, соображениям приходят на работу, они горят ей, потом резко они меняют свой профиль, могут уже не выйти. Такое бывало раньше, когда мы уже начали расти, соответственно их штат стал больше и есть кому подменить. А, ты в прошлый раз сказал смешную штуку, вообще эту фишку, которую я впервые у вас заметил, это корм для питомцев, да, который можно там делать заказ, отмечать, что у тебя есть там кошка или собака. Ты рассказывал, что коты ваших клиентов подсаживались на ваш корм, а это пурино, да? Да, это пурино, это хороший корм, пурино мы специально покупали премиальный корм для того, чтобы, ну знаешь... Чтобы коты уже просили. Да, многие звонят и говорят, пожалуйста, скажите, какой у вас корм, потому что кошка больше ничего не ест. Но на самом деле это премиальный корм пурино, ни для кого не секрет, то есть можно запросить, да, какой корм именно сегодня положили. Кого больше заказывают, для собак или для кошек? Ты знаешь, я не скажу, я не интересовался, но вопрос очень интересный. Можешь выяснить? Да, я могу сейчас. У вас же есть какой-то там дашбот, какие-то показатели? Конечно, конечно, я сейчас узнаю, это хороший вопрос. Ребят, подскажите, пожалуйста, какой корм больше заказывают, для собак или для кошек? Мы сейчас как раз находимся. И процентаж. Ты еще, у тебя есть такой тезис, да, что раньше, там, в нулевых годах клиенты ресторанов ходили на рестораторов. Да, они ходили, люди ходили на людей, люди ходили на тусовки, сейчас люди ходят на еду. И если там классная тусовка, но там плохо кормят, во-первых, там уже никого не будет, потому что там плохо кормят. Вот, может быть, конечно, ценности поменялись, тут надо с этим, ну, глубоко копнуть в этом вопросе, для кошек больше. А сколько? Ну, просто знаю. А можно выяснить, кошка или кот? Кто это придумал? Это придумал я. Почему? Потому что у тебя питомец. Нет, мы просто как-то сидели, я говорю, это будет классная идея, ребята поддержали, мы ввели. Всем понравилось? Сейчас, если говорить об этой идее, да, я помню, это вот именно мне пришло в голову, все мы вместе придумываем, но тут как-то так. В бизнесе должны быть такие фишечки, да, маленькие, но такие какие-то яркие моменты? Да, конечно, яркие такие триггеры, за которые можно зацепиться, о которых хочется рассказать. Потому что в чем была задумка? В том, что к тебе привозят качественный продукт и еще кормят твоих питомцев. Ну, это круто, это вызывает эмоции, тебе хочется рассказать об этом. То есть люди снимают, говорят, блин, посмотрите, это очень мило. 60-65% кошки и 35-40% собаки. Вот так вот. Пожелаем здоровья. Для меня самого это была интересная статистика, потому что я думал, что собак все-таки больше. Потому что у тебя собачка. Просто за всеми процессами не уследишь. Вот ты спросил, мы теперь знаем. Класс. Теперь я всем буду ходить и рассказывать. Очень быстро. Кому ты писал этот запрос? Я писал в нашу группу топ-менеджеров. А это топ-менеджеры пока там у тебя? Там находятся все топы. Мы можем обсудить там все. Очень быстрая реакция. Очень быстрая реакция. В этом и есть наш секрет. Так, потому что люди... Никто не отвечает по полчаса, по часу. Как ты видишь, суши тоже уже стояли, а мы сидели и выясняли. С этим у нас нет проблем. Но видишь, мы что говорим? Про что? Про эти... Про суеверие. Про суеверие. Видишь, еще по дереву я стучу. Помнишь, когда по голове там стучали? Это, конечно... Я запомнил. По дереву не стучим. Круто. Куда планируешь ехать отдыхать? Ты знаешь, вот у меня сейчас день рождения. Сегодня, кстати, напоминаю. Да, сегодня. Я буду отмечать в Одессе. Буду выступать в парке. Это парк Residence. И после я хочу быстренько слетать в Турцию. Мне очень нравится в Турции. Во-первых, очень быстрый перелет. Там действительно комфортно. Там действительно классно. Это хороший сервис, смотря, конечно, в каких отелях. Но Турция это такой быстрый варик, чтобы быстро где-то перезагрузиться. Суши там кушают? Суши кушают, но суши... Вот, например, в прошлый раз я кушал в отеле Луджу. У них есть ресторан японский. И очень они были такие прям аутентичные. Мне не очень понравилось. Аж как-то... Не турецкие какие-то, да? Не турецкие. Там действительно была такая кухня. Чем-то даже напомнила несколько заведений в Нью-Йорке. Но там немного другие роллы. Они не адаптированы под наш вкус. Под наш, да, вкус. Но все-таки в мире есть заведения, где суши тебе нравится больше всего? Больше всего точно нет. Ни в Майами, ни в Кёльне, ни в Берлине, ни в Марселе нет. То есть лучшие украинские суши делаются в Украине? Да, и у нас сейчас в планах открыться в Майами. Мы очень сейчас много прилагаем усилий, чтобы это реализовать. Зачем? Ну как это? Мы хотим покорить всю планету. Ну как зачем? Ребят, зарабатывать деньги, кормить людей очень вкусным продуктом. Просто кайфовать от жизни. Ну все вот, знаешь, зачем? Все сидят тут, какие-то вам рассказывают, какие небылицы. Ну как зачем? Для того, чтобы все было круто. Разве это не мечта? Большая амбетцовна цель. Да, большая амбициозная цель, и мы к ней идем, движемся все время и не собираем останавливаться. Не собираемся. Ты знаешь, что у нас, слога нашей компании French, это создаем франшизы, которые захватывают мир. Поэтому... Интересно. Я думаю, мы выключим камеры и обсудим захват мира. Круто, Алексей, спасибо тебе, но у нас остался еще вопрос от оператора. Можешь задать то, что задал в прошлый раз? Я недавно в Ниндзя Вок заказал токпоке, правильно? Да, токпоке. Это блюдо, в принципе, из Южной Кореи, откуда-то там. У них измененные рецепторы, у них очень прям, ну все острое они едят. У нас это в крови такого нет. Я ел, мне было вкусно, но так острое, капец, я плакал, но вкусно. Откуда у нас это, ну, кто это, аудитория, кто такой заказывает? Вот ты. Слушай, ну как откуда? Люди, которые любят токпоке. То есть, ну, как откуда? Ну, вот Рома сказал, что он любит манговый смузи. Я люблю шпинат. Кто-то любит токпоке, кто-то любит том-ям. То есть, ну, это такая история. Конечно, если говорить о том, так ли наши клиенты знакомы с токпоке, как с другими блюдами, такими как том-ям, конечно, нет. Токпоке это не самая хитовая позиция. То есть, будем откровенны. Если говорить о том-яме, то он взлетает. Токпоке, ты попробовал, тебе понравилось? Я в целом про супер-острое. Про супер-острое? Ну, много людей любит супер-острое. Много. Я знаю, кстати, тоже. Действительно. Есть людей, которые прям... Да ты знаешь, это такая история, я хочу вам рассказать, что сейчас Рома попробует том-яму. Он скажет, блин, ну он вообще не острый. Кто-то скажет, ты чего, Рома? Это просто, ну, просто есть невозможно. Это ад, это пекло. Но это уже все зависит от человека. С этим, да, действительно, настроить этот момент надо приложить много усилий. Потому что мы потом собираем фидбэк о каждом продукте и собираем статистику. Кому остро, кому не остро. Вы убираете позиции, если, ну вот, совсем не заходят? Мы убираем позиции, никогда они там совсем не заходят. Потому что мы стараемся до этого не допускать этого. Например, сейчас вот суп с вантонами, эта позиция пропадет. Но вместо нее появятся две окрошки. Одна с крабом, а другая с креветкой. Блин, я кушаю последний суп с вантонами, возможно. Возможно, но в будущем мы обратно его вернем в меню. Потому что сейчас у нас будет летнее меню, там будут и бао, там будут крутые окрошки. Я вам очень советую попробовать. Мы специально сезонное меню запускаем, потому что жарко, лето. Да мы видим. Хотелось бы... Ну ты же подсох немножко. Да, я по этому поводу не переживаю. Главное, чтобы синяков. Это главный жизненный совет, ребята. Не допускайте синяков. Круто. Алексей, спасибо тебе. Спасибо вам, что пригласили. Классно отдохнуть, с днем рождения. Поздравляем Алексея в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok